Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Середина дня». И с нами сегодня в середине дня наш коллега, трейдер и управляющий активами из города Сочи Алексей Фальшин. Алексей, приветствуем вас! Да-да, всем привет! Ну что, тогда начнем? Конечно, давайте узнаем, что на рынке, что интересного. Начнем с простого вопроса, как погода в Сочи. Погода сегодня прям аномально жаркая. Градусов, наверное, 38. И тяжело ходить. Получается, ну, только с утра, если часов 7, можно там прогуляться или на море, или просто погулять. А днем выходить прям нежелательно. Приходится торговать. Да, поэтому лучше заработать денег, сидя дома, торговать при этом. Да, давайте посмотрим, что интересного на рынке, на чем сегодня можно поторговать. Так, демонстрацию запускаю. Запустилось? Да, все работает. Ждем ваш график. Красивенький, черный, видим хорошо. Вам слово. Это у меня график, он настроен под торговлю роботом. И вот как раз-таки это вся ситуация, которую я не хотел показывать на прошлой трансляции. Ну, то есть, когда мы знакомились, и вы спросили про робота, как он, в принципе, у нас торгует. Здесь видно то, что он набирает позиции по Мартину. Я это говорил, и, в принципе, в этом его основная и суть. Волатильность на этой валютной паре очень хорошая, что как раз-таки позволяет, вот, к примеру, за день график может пройти до, там, тысячи пунктов. Полторы тысячи. Ну, по пятому знаку, если. Вот. И такие движения дают хорошую возможность внутри дня графику собирать движение как вверх, так и вниз, так как он стоит в обе стороны. И в конце дня по-хорошему его отключать. Но последние, наверное, месяца 3-4 мы как раз-таки его запускаем, чтобы он торговал непосредственно круглые сутки. Ну, и с утра мы смотрим перед началом рынка, ну, точнее, перед началом рабочего дня мы открываем, смотрим, сколько он позиций набрал и вообще рыночную ситуацию. То есть нам здесь стоит оценивать, куда пошел евро и вообще какие новости, к примеру, по евро ожидаются. И какие там новости по золоту, по австралийцу, так как это у них есть небольшая корреляция у золота и у австралийца. Вот. И тут была такая ситуация, что в начале этого движения мы немного не уследили. Он пошел в тренд и набрал много позиций. Поэтому я как раз-таки не хотел показывать, поскольку была просадка. Я не отрицаю, как бы, моя вина, но просадка – это нормальное дело для всех трейдеров. Но сейчас все хорошо, как раз-таки он возвращается к нашим тейк-профитам, которые были выставлены в среднем в середину. И, в общем, если есть вопросы, спрашивайте по роботу, потому что анализа рынка как такового я не могу сделать. Ну, то есть я не аналитик, и давать какие-то советы я только могу своим друзьям. А на такую публику говорить какие-то точные прогнозы. Ну, мне вот очень понравилось то, что по евро-доллару вы, получается, вчера разбирали такую картину, то, что он будет там отскакивать, и вот эти вот там движения разрисовали то, что сейчас у евро-доллара как раз-таки будет движение наверх. И таким образом у меня евро-австралиец, так как евро тут идет сильнее, вот, значит, будет и дальше продолжать расти. Так что для меня это только хорошо, и я, в принципе, даже могу просто тейк-профиты на всех графиках передвинуть, так как вы увидите, сколько здесь лотов набрано, и прибыль здесь достаточно хорошая. Он сейчас уже находится, в принципе, в безубытке. Мониторинг всех моих счетов, как раз-таки всего этого робота, то, что я говорил, то, что все это можно отследить, мы не просто так торгуем где-то дома на своих счетах. Нет, все это вполне доступно, можно зайти на MQL или на мою страницу ВКонтакте, и под любым, ну, то есть у меня на главной странице, получается, есть там в самом низу, надо будет поднять. Вот, наша стратегия, на нее переходите. Вот так, покажу все стратегии, потому что у нас их две. Она... Подождите, подождите, Алексей, здесь написано Александр Афксентьев, это кто? Это мой партнер, я же не работаю. Вот, и просто мы подключили именно к его учетке, потому что у меня учетка не раскручена на MQL, а у него тут и рейтинг хороший, и друзей у него много, и вообще, в принципе, он ведет активно свою... Мне просто заменить новую не было смысла, и так как мы работаем, все подключили через него. Я понял. Вот, и у нас здесь два сигнала. Это у нас небольшой... Алексей, я извинюсь, промигнул интернет, можно остановить демонстрацию и опять запустить? А то промигнул интернет, не видно сейчас. Угу, сейчас. И я как раз, тут уже вопросы люди пишут, и я как раз поспрашиваю вас. Ага, все, видим хорошо, поднимаем. Продолжаю тогда. Ага. У нас две стратегии. Money 420. Это у нас небольшой счет. Изначально он был на 5 с чем-то тысяч. Вот. Это, кстати, все счета клиентов. Вот. Вот, начальный депозит был 5300. Сейчас из-за того, что как раз-таки была эта просадка, которая нам все испортила, всю статистику. Вот. Получается, просадка доходила до 62% от депозита. Для нас это было прям удар по сердцу. Но сейчас все нормально, просадка сошла на ноль практически. И с вашими анализами, ну то есть то, что вы проанализировали евро-доллар, это дало для меня еще больше поддержки. То, что евро будет расти, и стоит держать эти сделки, а не закрываться там в ближайших, получается, плюсах и просто останавливать торговлю. Вот. Это получается, ну вот запускали мы его в ноябре. Вот тут в марте была просадка. Объясню, тоже такая смешная ситуация. Я просто решил влезть руками. И в очередной раз я убедился в том, что вот робот торгует хорошо, и не стоит лезть руками. Вот ни в коем случае на этот счет. Потому что все идет потом не так, как хочется. И это в очередной раз как раз-таки доказало то, что не стоит торговать руками. Это была просадка от меня. Это получается на небольшом счете. Сейчас он 13 тысяч. Вот плавающая прибыль у него как раз-таки 400 долларов. Ну и вся здесь статистика, вы уже с ней можете ознакомиться сами, так как она открыта без проблем. И другой у нас счет, он идет побольше. Этот счет у нас был изначально на 80 тысяч. Ну и сейчас он 92. Тут прибыль, ну соответственно такая же, ну соизмеримая если депозиту, вот получается по 3-7 процентов он делает. Но тут стоит как бы смотреть на то, что это депозит практически в 100 тысяч, а там депозит в 10 тысяч. Поэтому и уровень прибыли такой сильно отличимый. Вот. Также вся статистика полностью доступна, можете с ней ознакомиться. Все это у нас в открытом доступе, смотрите, изучайте. Вот. Ну давайте перейдем к вопросам. К вашему евроавстралиец, не останавливайте, давайте евроавстралиец поднимем. Ну первый вопрос, значит у вас, мы поняли, что у вас купленный евроавстралиец, какая логика закладывается в действия робота в данном случае? Мартингейл чистый как бы, да? Здесь и Мартингейл, здесь и тралл работают, ну трейлинг стопы. Если мы хотим, к примеру, ну три дня торговать, то траллы мы, естественно, не ставим, потому что нет смысла. Робот торгует в две стороны, и на buy, и на sell, и на двух графиках он как раз таки стоит. Вот. Ну и робота, соответственно, можно купить у нас. Вы его тестируете, пробуете, но, естественно, мы вам не даем никакие свои настройки. Вы только покупаете просто робота. Скелет, вы его ставите. Все, мы вам покажем, что, где, какая настройка, за что, как отвечает. Но свои настройки мы не будем давать, потому что это наше. И это просто площадка для продажи. Ну то есть продажа своего робота. Так же, как вы на MQL можете купить любого другого. Вам никто никакие настройки не будет давать никогда. Поэтому здесь стоит учитывать уже все эти настройки, находить самому. Он может, как и депозит, в 100% разогнать за день. У нас есть такие агрессивные настройки. Он просто будет там по 100 сделок открывать. И депозит таким образом разгоняется. Да, мы это делали. Но мы это делали с небольшими счетами. К примеру, там на 100, на 200 долларов он их разгоняется. Вот. Но на больших счетах это лучше не делать. Я понял. У нас сейчас стоят самые такие лояльные, минимальные настройки. Робот спокойно торгует, не нагружает депозит. Поэтому мы здесь уверены, что все будет хорошо. И можем его оставлять на ночь и ложиться спокойно спать. Не дергаясь там за рынок. А что с ним произойдет? И как вообще он себя поведет? И естественно, здесь хорошо то, что сейчас я торгую на гранд капитал. Потому что на Амаркетсе там немного отличаются торговые условия. Там спред немного другой, так как это кросс-валюта. И на кросс-валютах всегда спред больше. А тут, ну, 20-ти вы это видите. Ну, естественно, только ночью он расширяется. Я понял, ясненько. Я хочу обратить внимание здесь, что я вижу, что у вас МТ-4 от Амаркетса. Сервер рабочий, гранд капитала. А вообще платформа, судя по всему, на МАКе. Да. То есть вот все, что только можно было накрутить сюда, вы накрутили. Ну, я скачал изначально терминал Амаркетс, потому что я с него и начинал, и на нем всегда торговал. Ну, и через любой терминал, также скачанного у любого другого брокера, можно всегда подключиться на другие сервера. Ну, то есть на сервера там какого-нибудь Альпари, Форекс Клуба, Телетрейда и любых других брокерских компаний. Это не проблема. Это понятно, да. Ну, плюс ко всему на МАКе. А, ну, МАКе у меня просто рабочая станция, где я слежу за всем. Сами-то роботы стоят на другом компьютере. Здесь просто у меня все счета открыты, и я не могу их контролировать. А так, если я слегка, на удаленную, через Steam Viver подключаюсь и корректирую все свои действия, если я там не могу сейчас, к примеру, на месте все сделать. Я понял. Вот, кстати говоря, о других сделках. Какие еще сделки сейчас у вас в моменте крутятся? Евро и Австралия, мы поняли. Что еще? Все, у меня больше нет никаких сделок. Это для вас обычное дело? То есть вы всегда ведете одну позицию? Или, как бы, бывает, что 2-3 позиции идут? Бывает, но это получается... Здесь-то счета, на которых торгует робот, и лезть сюда руками нет смысла. Я, к примеру, могу на своем небольшом счете поторговать руками. Но я это делаю не так часто. Когда я, к примеру, уверен в сделке, под какую-нибудь новость закладываю, или я так же сижу, просто анализ провожу по графикам, смотрю что да как, и нахожу, к примеру, сделку. То я могу ее открыть на своем счете. Но у меня нет такого целенаправленного, что я вот, как все интродейщики, ну, то есть трейдеры, сижу и вытягиваю сделку. Мне сегодня надо заработать, для этого мне надо открыть сделку на рынке. Нет, тут немного не так. Я больше полагаюсь на робота, а когда сам уже хочу себя проверить, захожу уже руками. Ну, только на своих счетах. Ясненько, понял вас, спасибо. Александр Шенков спрашивает, какая доходность по алготорговле? 20% в месяц, это мы уже знаем с прошлой передачи, да? Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. А, или вы хотели что-то показать? Нет, нет, в принципе все. Я просто думал включить MQL график. Нет, нет, все, все хорошо. Игорь Вортриков спрашивает, добрый день, 12.38, ваш робот сам открывает сделки? Да, да, робот сам открывает сделки, мы, естественно, только контролируем сам процесс, чтобы он не набрал сделки, чтобы, к примеру, если мы знаем, что сильная новость будет, намечается тренд пробития уровней каких-нибудь сильных, но тут уже, естественно, робот останавливается, чтобы он не набирал лишних позиций. Ясненько, поняли, спасибо. Гость 34 спрашивает, 12.49, Алексей, а зачем вам FIBA-сетка? А, это для себя, это для себя сам, когда вот анализирую, вот. Ну, получается, в своей торговле я использую прокалы, FIBA, уровни. И звезды, да? Ну, да. Я понял. Александр Шеренков пишет, я тоже как-то по FIBA-робота хотел сделать, FIBA работает, понятно, спасибо. Коллеги, теперь у меня вопрос, который со вчерашнего дня стал традиционным. Кто из известных людей похож на нашего сегодняшнего гостя Алексея Фальшина? Пожалуйста, коллеги, у кого какие версии? Вы видели это вчера, передачу, Алексей? Да. Про Елену Кремчук. Понятно, что вы сейчас волнуетесь, на кого же вы похожи. Джек Воробей пишет, Александр Шеренков. Нет, я не согласен вообще. А Игорь Востриков пишет, Алексей, а вы сами торгуете, интересно, какой у вас опыт самостоятельной торговли? Или вы больше программист? Нет, нет, Алексей трейдер. Алексей, какой опыт у вас в торговле? С 2013-го начал торговать. Я понял, ну, 6 лет, да? Я так понимаю, что, наверное, ваш партнер, вот Алексей Александр Аксентьев, вот он, наверное, программист, нет? Нет, он тоже больше трейдер, больше продажник, и также, естественно, у него связи с программистами, потому что… Что есть у него? Связи с программистами. А, я так понимаю. Роботы, получается, писали… Мы вместе так как бы небольшие идеи накидали, но в основном всем он занимался и давал, так сказать, планы на разработку это программистам. Да, они все делали. И он контролировал. Я понял. Александр Кравчук пишет, что похож на певца Владимира, вот, ну, я Владимира не знаю, ничего не скажу, а мне кажется, что… А что похож, Алексей, вот на кого, друзья, давайте я покажу. Какой-нибудь Сноуден сейчас? Коллеги, ну, согласитесь, есть что-то, да? Особенно… Так что Максим Галкин, мне кажется, здесь присутствует в типаже лица такого, так сказать, Александр Шинков пишет, правда, похоже. Ну, все, сейчас так же, как в случае с Леной Климчук, он теперь скажет, да, да, похоже, я заметил. Нет, Александр Шинков, это я заметил. Все, друзья, выяснили мы все вопросы на сегодня. У меня главный вопрос к Алексею. Летом, в середине июля, какие-то ссылки, сноски на лето делаете или работаете в обычном режиме? Ну, не понимаю ссылки с носки для чего. В роботов часто вносят в летний период изменения, меньше цели, меньше объемы, вот. Или, как вы запустили в ноябре этого робота, так же он в июле торгует без всяких изменений, скажем так, в связи с летним периодом, когда все чуть помедленнее, поспокойнее. Мы сейчас будем делать, как у нас сервер, ну, то есть главный компьютер, на который стоят роботы, мы его переносим. И поэтому тут тоже будут вводиться некоторые изменения. Но там не глобальные. Ну, основные параметры, как в ноябре запустили, так и не трогаете, скажем так. Да. Я понял. То есть сезон... Отточили мы их на своих деньгах, на лиенских тоже, и все это было тяжело. Но сейчас все это дает прекрасные результаты, плоды, которые, естественно, можно всем попробовать. Да, да, мы с огромным интересом смотрим. То есть фактор сезонности, неважно, временной какой там день, время года и так далее, вы вообще не учитываете, вообще не вносите его? Ну, перед праздниками-то отключаем. А, то есть механическим путем выключается кнопка робота, да? Да, ну и тут его не стоит еще держать долго. Ну, то есть вот так, как он у меня набрал там позиции, я вот только сейчас с этим столкнулся, потому что за все время, пока на Гранд Капитале мы торгуем, нормально получается. Открыл сделки, закрыл сделки, а тут он много их набрал, сделок, и стали свопу начислять. И свопу сейчас начислилось так много, что надо, чтобы все сделки закрылись в плюс. Ну, все, в среднем, получается, они закрылись, чтобы в плюс. Я понял. Ясненько. Хорошо. Кстати говоря, а почему выбрали именно эту пару евро-австралиец? Какие основные были факторы? Она очень волатильная. И, в принципе, это техничная пара. Я ее могу как и руками проанализировать, и также на ней открыть сделку. И будь уверен, что она дойдет до моих целей. И так оно и было. И здесь также могу просто ставить робота, который будет собирать все эти движения наверх, вниз, и будет нам давать прекрасную статистику. Ну, в среднем это получается по 100-150 долларов. Он спускает в одну структуру. Я понял. Алексей, как сейчас доходность? Вот 10 дней, месяца прошло. Этот темп 20% в месяц удерживается? Или сейчас поменьше показать? Нет. Вот из-за этой долгой просадки. Какие-то такие темпы мы смогли. Мы что-либо, что он упадет, теперь откатился. И тут ждем, что он еще и в культуре отдал. Но, судя по всему, что евро будет укрепляться, естественно, мы заработаем хорошо. Ну, понятно. С вашей комиссией 3% естественно. За то, что за подъем евро, это же дедик стоит, друзья. Друзья, Utrade TV оказывает разные услуги. И, пользуясь своими связями в высшем мире, верну любимого по фотографии, стабилизируем давление, повышаем аппетит и так далее. Обращайтесь по всем этим услугам. Ну, а подъем евро, это вообще наша фишка, естественно. Интересно было вас послушать, так как вчера прям такая дискуссия была. И Феникс еще зашел там, начал выражаться свою точку зрения, доказывать. Было интересно. Жаркий был вчера день у вас. Да, 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 это точно. Алексей спрашивает, гость 34, докуда евро ждете? Евро австралийца? Да, да, своего. Сейчас. У вас, кстати говоря, как Take Profit определяет? Сам робот каким-то образом или сам робот? Вот у него где сейчас тейки? Верхний тейк где стоит, интересно? Первые тейки, которые он изначально поставил, мы их передвинули. Они были на отметке 1.62.21. Эту цену мы уже прошли. Просто если бы он там закрылся, у нас был бы результат там минус что-то тысяча. Вот. Я сейчас, подождите, подождите. 1.62 это что имеется в виду вообще? Я что-то пытаюсь. Евро австралиец. Котировка. А, господи. Я же и не знаю вообще какие там котировки. Поэтому я что-то задумываю. Что это такое? Это не евро-доллар, коллеги. Действительно. Это евро-австралия. Имейте в виду там, естественно, другие котировки. Другие числа. И получается 1.62.21. А, 1.62.0.21. Это там был первый тейк. Цена его уже прошла. А сейчас тейки, получается, стоят на 1.62.309. Коллеги, вы сейчас запишите просто, а потом график посмотрите на досуде, чтобы понять и потом спроецировать на евро-доллар. Потому что понятно, глобальный замысел ГОСТа-34, понять, какое будет движение на еврике по доллару. Ну это, кстати, мы еще не жадничая прям поставили тейк-профиты, потому что можно было бы идти дальше тянуть, можно было бы вообще по-хорошему трейлинг еще включить, чтобы он его тянул просто к самому вверху, так как новости же будут, намечаются на вечер. Ну да. Слушайте, ну вот закроется, если все ваши тейки закроются, какая плановая доходность будет по этой сделке? 2000 по всем сделкам. Процент, если нам скажите, к депозиту приблизительно. 2%, 3%. Все же депозиты разные. Есть центовые счета. Вот на центовых счетах это будет 20 долларов. Ну, 2000, два ноли выбираем, 20 долларов. Если это на нормальных счетах, которые большие, долларовые, то там получается по 2000 долларов, так как оно и есть. Я понял вас. Нет, нет, я понял, понял, да. Мне в процентах надо сесть посчитать, ясно, так сразу не ответят, действительно. Понял, у вас? 2000, ой, 2000, это сколько будет? Нет, я не беру считать ваш депозит, поэтому тут уж вы потом сами на досуге нам расскажете в следующий раз. Хорошо. Алексей, мы поняли, у вас есть Александр Афксентев, партнер. Кто еще, с кем еще сотрудничаете? Есть ли члены команды постоянные? Или остальные все на аутсорсе? Да, все в основном по найму. Это мы программистов нанимали для сайта. Это для дизайна тоже нанимали, там, для социальных сетей. Человека, ну, тоже как-то не сработалось, но все будет. От социальных сетей что хотели от него? Чтобы открыл хорошие счета с большой посещаемостью? Или что хотели? Нет, мы же хотели изначально развить группу ВКонтакте, группу там в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Инстаграме. Но просто всех этих групп так много, и прорваться туда, вот, типа, с ноги в дверь, очень тяжело. А мы привыкли именно так заходить. Нифига ли себе у вас привычки, понятно. Поняли. Александр Шенков спрашивает, Алексей, а для робота вы сами направление выбираете? Стоит на двух графиках, buy, sell, все. Понял. Я, во-первых, не понял вопроса, что значит направление выбираете? Это, то есть, открываете ли сами сделку? Так нет, вроде Алексей сказал, что робот сам открывает сделку, правильно? Нет, вот он стоит на двух графиках. На одном графике он торгует на sell, на другом графике он торгует на buy. Он набирает и там, и там позиции. Если мы увидим, что схождение и перетяжка пошли... Одновременно, что ли, он? Одновременно он это делает? Да. Я тогда вообще не понимаю. Это разве и Мартин Геев? Ну, я вам тоже секреты небольшие, вот сейчас объясняю. Вообще, как будто не стоит говорить, но раз уж сказал, слово не воробей, не поймаешь. Так, то есть, он набирает лесенку на одном и на другом, на одном в одну сторону, на другом на другом. А потом принцип закрытия какой? То есть, как так, чтобы положительный спред там маржу поймать? Он средний ловит. То есть, он просто смотрит, чтобы в любой момент времени чуть-чуть плюс, тут-там чуть минус, чтобы этот чуть плюс был больше, чем чуть минус. Правильно? Нет. Не надо смотреть на общий показатель депозита. Типа, сравнялось ли все в плюс или сравнялось ли все в минус. Нет. Он, где вот торгует на селл, он именно отвечает за то, чтобы все сделки в селл вышли там по среднему показателю в плюс. И также на графике бай. И получается, мы контролируем, чтобы расхождение этого движения было не такое сильное. Стандартное отклонение, типа пэр трейдинга, да? Типа такого. Да. На подольше. Что-то в этом, да? Вот Александр Кравчук явно понял больше, чем я. Разные мейджик номера у ордеров торгуют по селлу в свою серию, а по баю в свою серию. Да, все правильно. Слушайте, только один я ничего не понимаю. То есть Александр Кравчук и Алексей Фаршин поняли друг друга прекрасно. Ну, хорошо. Нет, идею я понимаю. Но как это реализовать практически? А это все происходит на одном счете или на разных счетах, кстати говоря? На одном счете. На одном счете. Да, он открывает в одну там сторону, к примеру, сделок 15, если большое движение. Ну и в другую сторону, соответственно, также набирает. Я понял вас. Не, ну супер. Супер, друзья. Как много нового мы узнаем в каждой передаче. Алексей, спасибо вам большое за ваш рассказ по практике торговли на рынке, за ваш оптимизм в отношении евро. Желаем вам удачи и хорошей торговли сегодня. Вам тоже. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.